Всем доброе сегодня утро. Я привела себя в порядок, потому что ура, 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 девочки, наконец-то я сегодня выберусь в центр, отдохну, попью кофе и, конечно же, конечно же, почему я туда еду, основное это шоппинг. Беру вас, конечно же, с собой. Кстати, Кетри Дюми снимала вот на этот вот образ, легкий макияж, и это видео будет называться минимум макияжа, но максимум защиты, потому что сегодня будет температура высокая, 32-34, я думаю, что это все-таки в тени. И я не знаю, сколько будет на солнце, поэтому я сейчас буду наносить масло самозащитное от Lancaster, потихонечку нужно его заканчивать вот как раз-таки этим летом, так как у меня вот эта вот маечка будет, и в Кетри Дюми, мне кажется, я сказала, потому что Кетри Дюми раньше выйдет, но повторюсь, кто не смотрит Кетри Дюми, например, у меня, я надену брючки льняные, там, мне кажется, половина льна и половина что-то другое, цвета фуксии. А, еще принесла сумку, я собрала сумку вот эту вот, которую в Хорватии покупала, наконец-то я ее буду выгуливать, начну точнее выгуливать, потому что я ее еще не носила, но вот сегодня на шорпинге она мне понадобится, если что-то косметическое, такие маленькие вещи туда буду класть, но я еще возьму с собой пакет какой-нибудь, чтобы если что-то... Я приехала в центр, сейчас время 10 часов утра, и посмотрите, уже сколько людей, походу, какое-то представление здесь будет. Да, видимо, что-то здесь будет происходить уже с утра, для начала я себе взяла кофе, попью кофе, и потом первый магазин будет ТК Макс, я соскучилась по нему, поэтому сходим с вами туда сначала. Обалдеть, я не ожидала, что в 10 утра столько будет людей. Надеюсь, в магазинах не так много. Ай, кошмар, но уже все, духота начинается. Сейчас посижу в тишине и покое, фонтанчик, не знаю, слышите или нет, очень жарко становится. Попью кофе, и я сказала, что мы пойдем в ТК Макс, но нет, наверное, я зайду, знаете, в какой магазин у нас, наконец-то, открылся магазин Action, или как-то Action, так называется, ну если прям по буквам читать, Action, мне кажется, ну если по-английски, наверное, произносить. Тамара, если я не ошибаюсь, ты пару лет тому назад советовала мне этот магазин, но у нас его не было. И вот, представляете, прошло время, и теперь этот магазин у нас появился, просто многим нравится он, там все есть для дома, как я знаю. Короче, зайдем мы с вами в первую очередь туда, может быть, там я найду какие-нибудь вазы, красивую какую-нибудь вазу, не какие-нибудь, а именно одна ваза мне нужна для полки, для веток. Вот, и да, очень интересно будет посмотреть, и цены там низкие, как я слышала. Ну, в принципе, можно сравнить с Кейкс, Вульварф, они тоже недорогие. Пока в торговом центре не так много людей, и мы сейчас с вами направимся на второй этаж, видите, Action, Action, магазин. Если в торговом центре никого, то здесь просто очень много людей, смотрите, сами можете наблюдать, кто-то мне в какую сторону пойти. У нас здесь есть какие-то коробочки. 59 центов для организации прикольные. Кстати, можно сравнить цены на бытовую и химию, например, Самат. Вот, в принципе, есть еще один магазин, где Самат стоил 7,99 евро, а здесь 8,49 евро. Надо будет скоро купить, может быть, и здесь приобрету, или в тот магазин зайду, куплю за 7,99 евро. В принципе, разница небольшая, 50 центов, но все равно там 50, там 30 центов, да, и накапливается. Я не знаю, куда мне подойти, очень много людей. Смотрите, вот такие вот маленькие полотенца стоят всего 69 центов, и такие я использую, когда делаю себе макияж, чтобы очищать кисточки и руку, например, если в тоналке или в чем-нибудь еще. Да, недорого, 69 центов, мне кажется, я дороже отдавала. А где здесь вазы, интересно. Такие разнообразные пластиковые тарелки, 99 центов. Это евро 79 или 82 цента. Шали, бунки, 15 сантиметров, наверное, вот это вот. Или, что, не пойму. Такие вот есть с зебрами, но это слишком, как детская выглядит. Ой, а вот это вот прелесть, 79 центов. Пока не нашла ничего, чтобы меня заинтересовало, но я и не вижу вазы какие-нибудь. Наверное, в Бульворфе все-таки куплю вазы. Смотрите, ремни можно приобрести за 3,99, за 1,99. Ну вот, это прикольный ремень. Кошельки различные есть. Вот это компактный кошелек. Очень прикольно смотрится. 3,99 всего лишь. Так, это более мужской. Вот такой вот серебристый есть. Вот там еще что-то. А, это, наверное, для карточек. Да, это для карточек. Мне нужно носки купить. Посмотрим, какие здесь цены. Что-то такого плана носочки. Ну, чуть-чуть, чтобы они подлиннее были. Вот такие вот у меня почему-то спадают, когда я кроссовки ношу. 2,99 за 4 пары. Вообще, да, недорого. Но я не вижу подходящий для меня. Вот такие вот длинные не хочу, потому что сейчас жарко. Наверное, в ТК Макс все-таки смотрю. И какая прикольная лампа. Всего 4,79 евро стоит в виде кристалла. Вот так вот будет она светиться. О, вот это мне нравится. Прикольно. Недорого абсолютно. Так, здесь разные свечи. 1,89 евро. Это дюфт лампы. Сюда кладете воск какой-нибудь с приятным ароматом. И наслаждаетесь. А вот и воски тут. Ой. А вот это у нас сани. О, вот это вот приятный аромат. 99 центов стоит. Ух ты. Где вазы, интересно? Где вазы? Здесь все свечи. Подсвечники интересные в виде арбуза и в виде клубники. Прикольно. 98 центов всего лишь. Еще вот этот мне нравится. Типа лампы той. Смотрите, какая коробочка для хранения чая. Я не знаю, сколько стоит. Это вроде другое. Это для обычных салфеток, чтобы класть и вот так вот. Они прикольно смотрелись. Они просто так. А, наверное, вот. Ти-бокс. 3,79 всего лишь. Есть еще в светлом оттенке. Вот это мне больше нравится. Ну, мне это не нужно. О, паласы, смотрите. 39,95. 133 на 190. Тоже 133 на 190. Ну и какой мягенький. Хорошая цена. Ой, здесь рамки различные. У-у-у, вот это мне нравится. Смотрите на стену. 3,99. Слишком много людей. Я вышла оттуда, вазы не нашла. Поэтому в Уль-Ворфе посмотрю. Сейчас направляюсь в ТК-Макс. Ура! Вроде не так много людей пока что. До сих пор Джо Малон. В прошлый раз мы с вами видели парфюм здесь. Представлю. Сейчас косметику с вами посмотрим. Вот косметика. У-у-у. Разбросаны здесь. Кучу всего. Девочки. Вебал. Помады. Всего 9,99. 6 миниатюров. Красиво. Нашла оригинальный бьюти-блендер оранжевого цвета. И стоимость 7 евро. 99 центов. Я желтые уже в пустые баночки отправила. Я как-то не совсем впечатлилась я этим оригинальным бьюти-блендером. Поэтому, не знаю. Этот тоже, наверное, не буду брать. Все-таки я думаю, что их оригинальная версия. Розовыми в черном цвете. Они популярнее. И, может быть, по качеству отличаются все-таки. Что это за помада? Это Астер. Какая-то помада. От Эмма Сан. Это у нас что? Это крем для глаз. Кика. Туз. Что-нибудь интересное еще есть? Лаки надо посмотреть. Какие-нибудь, если есть лаки. Макс Фактор тени. 5.99. Вот еще набор от WebAwn вижу. О, палетка от Profusion. Gold Rush. Красивые оттенки. Красивые. Прямо тут нужно копаться, конечно. Что это такое? Непонятно. Такой вот лак есть. Eco Glaze. Это China Glaze. А, это China Glaze. Но на основе, вот видите, Plant Base написано 3.99 стоит. Такую версию я еще не пробовала. О, Саша вид. Это топовое покрытие. Да, топовое покрытие. Раньше очень популярным был этот продукт. 4.99 стоит. Вот эти два лака от China Glaze мне нравятся. Наверное, буду покупать. Посмотрите. Здесь блестки внутри. Главное, чтобы оттенок не подходил. 3.99. И вот этот вот нежно-розовый цвет лака. Еще нашла вот такой вот нюдовый лак от Selly Henson. Стоимость 2.99 евро. Мне вот эти очень нравятся. China Glaze. О, лаки от Энни, девочки. 2.99. Классные лаки от Энни. Такой вот розовый еще есть. Камера как-то не передает правильный цвет. Так, вот еще China Glaze. А это Sound Perfect. Думала тоже China Glaze. Не пробовала я эту марку. Мне кажется, хорошая. Также есть лак от Kiko. Вот такой вот. 4.99. От PS минеральной основы. В виде пудры, я так полагаю. Стоимость 6 евро 99 центов. Illuminating Mineral Foundation называется. Очень хорошо бы для моей кожи подошло. Но сейчас мне точно ничего не надо. Так, вроде я все посмотрела. Вот думаю, лаки от Энни брать или нет? Вроде такой оттенок у меня есть, похожий. Не знаю. Вот это красивый оттенок. Наверное, этот возьму. Возьму вот такие вот заколки. Когда укладку делаешь, необходимо. Я буквально позавчера закончила. Для того, чтобы закончила, сломала последнюю. И вот сейчас нет. Поэтому, наверное, вот этот возьму. Или, посмотрю, может еще есть где-нибудь. От этой же марки нашла вот такие вот яркие. Наверное, их возьму. Тоже 3.99. Чтоб повеселее было, когда делаю укладку. Сейчас точно сумки никакие не буду покупать. Но хотела вам показать от Jussie Couture. Я думаю, что это Jussie Couture. Такая вот интересная сумочка за 39.99. Jussie написано. Наверное, это Jussie Couture. Это тоже прикольная. Всего 19.99. Ну и какая компактная сумочка. Тоже чуть-чуть кутюр. 39.99. О, какой приятный цвет. 29.99. Не знаю, что это за марка. Тут все розовое, коралловое. Нет, сумки мне не нужны, поэтому не буду терять даже времени. Девочки, я в шоке. Три хата теперь в Tagovax продается. Ну-ка посмотрю, сколько стоит скраб, который я заказала на Natina. 12.99. Нормально. В принципе, мне кажется, я тоже заказывала так же. Вот этот скраб ванила. Но у меня сейчас на данный момент получается два скраба, поэтому не нужно покупать. Но теперь я знаю, где можно приобрести. Cotton candy. Какие они вкусные. Клубника. Представляю, как это будет пахнуть. Это скрабы, кремы для тела есть. Да, вот они, кремы для тела. Какао Calada. Сколько стоит? Тоже 12.99. Круто. Круто, круто, круто. Я вот такой вот крем купила с витамином С. Нахожусь в примерочной. Убрала лазер, потому что очень жарко. Вот такое вот платьичко. Точнее, это пляжное, я думаю, как накидка. Видите, здесь такой разрез получается. Стоимость всего 12.99 евро. Очень приятная ткань, легкая. Даже для дома мне бы что-нибудь такое легкое накинуло, и ходишь потом. Единственное, были бы короткие рукава. Мне очень расцветка нравится. Сейчас моде все такое цветочное, да? Да, цветочный принт получается. Ладно, давайте дальше примерим. Смотрите, сколько всего я набрала различных платьев. Все такие цветочек. Там комбинезон есть. И одну рубашку взяла. Сейчас примите. Это платье мне очень нравится по расцветке. Но как-то крой не очень подходящий для меня, я так считаю. Длинное платьишко. И вы знаете, я представила себя дамой из средневековья. На этом платье. Нет. Немножко крой. Другой тоже. И вырез, чтобы чуть-чуть, конечно, пониже было бы хорошо. В принципе, можно потянуть. Но что-то не то. Для интереса вам только покажу это платье. Оно мне абсолютно не нравится. Оно уже чуть-чуть покороче получается, ниже колен. Опять-таки же, крой не подходящий для меня. Возможно, V-образный вырез. Было бы хорошо. И вот эти вот валаны чуть-чуть, чтобы они не так корчали. Не знаю. Ну, цвет тоже прикольный такой. Не то. Надела первый комбинезон. Безумно нравится расцветка. Очень легкая ткань. Единственный размер большой. Тут все висит. С этой стороны не очень. Может быть, если защиту снять, нормально будет. Интересно. Вот такой укороченный комбинезон получается. Расцветка шикарная. На лето классно, конечно. Мне кажется, прикольный комбинезон. Но я думаю, что все-таки здесь будет висеть. Тут-то нормально, вроде как, держится. А тут будто бы растянулось. Из-за вот этой вот защиты. И стоит комбинезон недорого. Всего 16 евро, 99 центов. Не знаю, что делать. Войти на проколку, сходить в кафе. Мне кажется, просто отлично на лето. Единственная ткань, по моим ощущениям, синтетика какая-то. Что делать? Не знаю. И следующий комбинезон. Опять-таки, мне безумно нравится расцветка. Но как-то вот внизу тут слишком широко, что ли, смотрится. На зоне чуть поуже бы было. Тоже крой такой неподходящий для меня, мне кажется. То есть, я не представляю себя. Была бы такая блузка. Прикольно. А еще, как будто вниз тут врезается все. А нет, поправила нормально. Нет. И последняя, это вот такая вот рубашка. Она ее со скидкой 11 евро стоит сейчас. А это брючки, в которых я сегодня пришла. Не знаю. Рубашка, как рубашка. А что-то мне колется там сзади. А, это этикетка. Освежает, мне кажется, да? Если расстегнуть немножко по гучке. Он получше будет. В Текамакс я купила все, что мне нужно. Сейчас зашла в магазин Реве, попью сок алоэ вера с манго. Вот это мне очень нравится. И потом пойду в Вечен Дэм. Я зашла в магазин Мюллер. И посмотрите, какая коллекция появилась от Катрис. Это гелевые подводки разных оттенков. Все пооткрывали. Кулинг фейстик. И вот такие вот лаки. Дуахромные. Смотрите. Такой вот цвет. Лавандово-сиреневый. С голубым переливом. И также такой вот голубой с розовым переливом. Стоимость 2 евро 95 центов. Еще я в Дэм увидела новые лаки от Катрис. Но они здесь не представлены. Знаете, какая линейка? Забелла. Как называется? А, пастель. Пастель что-то такое. Тут нет. Тут нет этих лаков. Хотя нет, вот они. Вот они. О, а вот это вот что? Интересно. С хлопьями. Какой красивый. Как топ использовать. А вот она, линейка пастель. Все цвета почти разобрали. Смотрите. Вот этот оттенок мне очень нравится. Не знаю, брать, не брать. Я столько лаков накупила в Декамакс. Так, от Art Deco. Какая-то новая коллекция, видимо. Лимитка. Или я уже это что-то такое видела. Не помню. От Энни миниатюрки лаков. Тоже новая коллекция. Походу вот этот вот очень красивый цвет. Потрясающий дуахром. И от Эссенс лимитированная коллекция. Hello Kitty. Ну, уже все разобрали. Хайлайтер. Румяна. Все, просвочили. Девочки, кому интересно, Мюллер появился очищающий бальзам для лица от Clean It Zero. У меня был такой бальзам хороший. Хеймиш мне больше нравится, но этот тоже очень хорошо очищает лицо. Вот, четыре. Разная стоимость. 26 евро, 90 центов. Конечно, наверняка дороже, чем если брать в каких-нибудь сайтах. А еще Beauty of Joyson тоже здесь появилась. Вот это у них знаменитый крем. Dynasty Cream. Тоже дороговато, мне кажется. Так, Staywell. Это тоже у нас корейская марка или нет? Не помню. Cosa Rex здесь есть знаменитая Misha Time Revolution. Очень здесь долго, дорого стоит. Эссенция. Приятно, что все больше и больше завозят корейскую косметику. В обычные такие магазины, Мюллер. В DM нет пока еще. Но, конечно, получается, невыгодно здесь покупать, если только какая-то хорошая акция. Я вот эту коллекцию от Catrice не видела, девочки. Или не обращала внимания. Или все-таки показывала вам, не знаю. Хайлайтер с румянами. Вот такой вот оттенок есть. И еще для более темной кожи. Хотя, в принципе, этот цвет можно и мне использовать. И более светлой кожи просто набираете не так много на кисточку и растушевываете. 5 евро 45 центов. Хм. Не помню, не помню. А вот эту коллекцию тоже. I am cheek palette. Может, новинки какие-то появились? Вот так внутри коллекции выглядят. Хотя, может быть, я уже их видела. Не помню. Что еще тут есть нового? От Catrice. Все, девочки, я уже потихонечку буду закругляться. И поеду домой. Голодная. Уже 3 часа нахожусь. Хожу по магазинам. Ой, какие яркие карандаши. Для подводок различных. Вот это мне нравится. Какие красивые цвета. Прям летние. Ой, а еще вот такие вот помады. Девочки, неужели какие-то новинки летние? Вот это я не видела. Не помню. Так. А это у нас а-ля тарт. Вот так вот клипаете. И выходит помада. Девочки, появился новый аромат от Montaigne. Bubble Forever. И также могу сейчас протестировать вот этот Lucky Candy, потому что там есть. В прошлый раз там вообще ничего не оставалось. Но сейчас могу придется вот таким вот образом снимать, потому что продавец здесь ходит. Поэтому вот так вот удобнее будет. Сейчас попробую этот аромат. Очень приятный показался с флакона. Кстати, это вот все новинки, которые от Montaigne появились тут. Beast Love какой-то. Wood Full Roses. Жаль, что нет скидки. Ну, то есть не действует скидка на Montaigne. Essential Instinct. Эти парфюмы, мне кажется, не новинки. Вот тут Монсера. Тонка кола есть. И в миниатюрке тоже вижу. А это что за парфюм? Red Tobacco. Вот Amora Cafe. Я хочу его еще раз протестировать, потому что в первый раз у меня такое впечатление было, что это кофе. Молочный кофе. То, что я очень люблю пить, именно растворимый кофе. Так немножко дешево, показалось, пахнет. Но сейчас попробую. И еще аромат Melody of Sun. Так вроде называется парфюм, если, конечно, он есть. А вот он, Melody of Sun.